Примудрость, глава 2. И жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченной теплотой его. Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти. Ибо положена печать, и никто не возвращается. Будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью. Присполнимся дорогим вином и благовониями, и да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Увенчаемся цветами роз прежде, нежели они увяли. Никто из нас не лишай себя участия в нашем наслаждении. Везде оставим следы веселья, ибо это наша доля и наши жребия. Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша добудет законам правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим кову праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания. Объявляет себя имеющим познание о Боге, называет себя сыном Господа. Он перед нами обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других. И отличны пути его. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. «Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Осудим его на бесчестную смерть, ибо по словам его о нем попечение будет. Так они умствовали и ошиблись, ибо злоба их ослепила их, и они не познали тайн Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных. Бог создал человека для нетления и содел его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывает ее, принадлежащее к уделу его».